Рак Перископ Здорово! Как дела? А Татарам можно? Привет, а? Татарам похуй ебать или резать Ну ты же татарина Ну по наполовину Здравствуйте Здравствуй Вы медик еще не убежал? Скоро, скоро Скоро? Давай, давай Там тебя жду Дед, боишься с нами Он кстати тоже ездит Куда? Мы хотим короче на Багамы Туда без визы просто И там короче до Майами 100 км Лодку там нигеры знают Ну типа За 400, короче За 400 долларов покупаем лодку И столько метров плывем Что чермелишь? Наш потом бездомцы там принимают Серьезно Ловят просто Идешь и даешь водилу полиции И все Стишь три месяца в тюрьме Просишь поедать убежище И все, и живешь там И все Нет, я ходил, я... А это что такое, Дед? Это что такое? Это редька. Это редька? Это не редька, это... Как китайский... Называется. А есть можно ее? Конечно. Что это, овощи или фрукты? Ну, овощи, конечно. Свежий, типа, нет? А? Свежий или старый? Соленый. Пушка. А для чего он полезен? Как редька, да. Я-то по совету одного... Думаю, что он мне помогает против аллергии. Да? Да. В том числе гиперзвуковую межконтинентальную баллистическую ракету под названием Сатана-2. Путин похвастался, что она настолько быстрая, что может... Не хочешь такую тему? Пушка вообще. Вкусно. Трамп, смотри. Надо к нему ехать. Трамп. Он нас ждет. Какая защита у нас есть от гиперзвуковой угрозы? У нас все очень сложно. Но наша защита это возможности сдерживания. У нас нет никакой защиты, которая позволила бы предотвратить применение такого оружия против нас. Что у вас еще нового? А что у меня? Я смотрю, вы популярность выбираете в интернете, да? Все больше, больше. Да ну че, какая-то... Никита, так не хочешь гречку, да? Нет, дед, спасибо. Я тот поем, чем он. Больше у меня ничего нет. Это нормально? Я кстати. А где кот? А? Где кот? По телеку вата какая-то. Показывают Трампа, а потом какое-то говно. Какие-то ракеты русские, которых нету. Просто чаем, буду. Боевой лазер. Боевой лазер. Боевой лазер, какой-то такой лазер, блядь. На автобусе видим в 80-х годах, блядь, боевой лазер, блядь. Успокойтесь. Василисский. Че ты, гайс? Че он, че он, гайс там ставит? Че ты брешешь там? Че он там, блядь, показывает этот лазер? Че ты брешешь? Какие лазеры вам, посмотри. У нас еще до сих пор, вон, как в 80-х кондукторы в автобусы ходят. Сумасшедший ты. Ну, посмотри. Ты че за ерунду замелишь мне, пожалуйста. В Америке, соседа, в Америке. На эти кадры видно, невидимый луч сбивает небольшой. Да, там ждут уже. Да, ждут, конечно. Будешь чистить унитазы за американцев. Ну, а тут за русскими чистить будешь. Ну, пока не чистишь же ты здесь унитазы. Ну, это все временно, мне кажется. Ну, к этому еще движется, что скоро все чистить будем. Сухом чёрт. Да че ты опять-то не... Ну, не совсем, но... Про скривины. Немножко че-то опять. Про скривины. А че я один-то? Вот. Я один, я с Маратом. Марат, тебе ковер входит, по-моему, тебя убирает. Так это сейчас она что-ли? Ну, да. Говоришь... Да нет, это сейчас. Писка. Это сейчас. Писка, кстати, знаковая получилась. Ну, такая. А где она была? Покажем вам эти аппараты. Да на ютубе есть. На ютубе есть. Я, короче, угорел от того, что было бы угарно. А? Че угорел? Угорел от того, что было бы угарно. Вот все бред до полгой. А че-то в ютубе я не вижу ее там. Лучше не смотреть. Там пресненько все. Покажем вам показывать, как они отработают. Подводный дрон. А вы мясо не едите, да? Масо не едите. Как мне? Я в обед ел мясо, сейчас рыбу поел. Где-то одну взял у тебя еще. А? Одну штучку еще взял. Можешь еще брать. Где ты берешь его? В магазине. Как называется? Китайский мороз. Да? Как называем? А, это это что-то? Какого? Халло. Имбирь? Имбирь? А? Имбирь? Имбирь? Нет, не да. Имбирь розовый, бацан. Либо корень. Нет, не маринованный, он другой. Нет, имбирь, ну когда типа да, когда не из маринового, тогда да. Лента предварительно была выложена. Чего это ватар? Дед, че ты ватар смотришь? Чего это ватар? Чего это ватар смотришь? И несмотря на это, интерес к фильму не убрал. В эфире нашего телеканала картину Андрея Кондрашова в предварительном данном посмотрело более 52 миллионов человек. Таковы данные социологической службы Медиаскопа, это главный измеритель зрительских предпочтений в России. Жестко. Ну а сегодня, сразу после вести недели, в эфире нашего канала состоится телепремьера еще одной документальной ленты «Миропорядок-2018». Да пойдет. Ну че, надо в Америку, все силы мира, надо ехать туда. Через Багамаре. Да, мы с тобой 10 лет обсуждаем. Ну так и все обсуждать будем. И многие цитаты Путина из этой ленты уже превратились в крылатые слова. Например, «Зачем нам такой мир, если там не будет России?» Это про логику наших действий в случае... Так, Марат, за кого ты хотел голосовать? Хочу... Я не вижу там доставить в Клигат. Масы. Крюбешок. Так, вы же Собчачку не хотели? Наши планы... Ну, не, 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 Собчачку нет. Но этого никогда не будет. Ну, если я вам... Ну, она же типа против всех. У него графа типа Амберт Башюта, и у меня те, кто против всех. Это значит, что решение о применении ядерного оружия... Ну, дело-то не в том, что она против всех. Она враг 2-х миллионов крымчан. Враг народа. Почему? Как она может отказаться от Крыма? Она говорит, что это украинская территория. А ты тоже так истекает? Если кем-то принято решение уничтожить Россию. Ясно с вами, молодой человек. Я стараюсь не лезть в политику, на самом деле. Политика – это мусор. Мне кажется, в хорошей стране люди не должны говорить о политике. Политики занимаются политикой, а люди живут. Когда люди хотят вернуться в свою родную страну, – это хорошо. И мы не могли отказать им. Конечно, не могли. Придать, стало быть, их. Кого их-то? Ну и что теперь? Вот теперь доллар в два раза выше. Доллар в два раза выше, блядь. Ничего, не короче, говно одно. Санкции, я считаю, ничего. Не поставляется ничего. Все подорожало. Тяжко стало, Вася. Да где это доллар в два раза выше? Когда? Ну после чего он стал в два раза выше-то? После чего он стал за 60 рублей? После этого дерьма. Ну вот, в следствии, что это плохо для нас. Сохраняя полностью ее потенциал для восстановления репродукции. Профессор Марк Курцер в многофункциональном медицинском центре «Мать и дитя» показывает оснащенную по последнему слову технике операционную. И вот какие в буквальном смысле чудеса… Здесь, смотри, не выложи это, Никита. Я не буду. Не буду. Покой не даю, да? Без этой операционной надо было бы удалять матку, и эти пациенты через 2-3 года могут тратить своего следующего ребёнка. Приходят. Без этой, вторым, третьим, четвёртым и пятым. Дед, приятного аппетита. Спасибо, Горь. Не дури, не выгладывайте. Я не буду. Я его вложу потом. И не вредим. В копилке российских медицинских побед и ещё одна. Подобное могут делать сегодня всего несколько клиник в мире, в Штатах и в Израиле. Вот действительно уникальная операция была проведена доктором Курцером, беременной женщине. У будущего малыша обнаружили порог развития позвоночника. При подобной патологии ребёнок родился бы инвалидом и никогда не смог ходить. И вот что сделали врачи практически невозможное. Произвели надрез в области живота матери, подвели к нему 24-недельного малыша, удалили дефект... И это плохо, да? Это лапша, это лапша. Смотрите, это не надо. Это лапша, дед. ...высокотехнологичных операций ещё одно направление. Сам ты лапша. ...влияющие на улучшение демографии, вспомогательные репродуктивные технологии. И здесь у клиники профессора... Это специально, выдумали. Они бы сейчас лучше показали, как сейчас там 80 человек сгорело заживо в кинотеатре. Что-то об этом никто не говорит. И что? Что-то чего? Президент виноват? Нет, конечно. Ну, где это не случается такая беда? Ну и что? Эта беда случилась. Кто в этом виноват? Кто виноват? Никто не виноват. Я что, кого-то виню, что ли? И, соответственно, произошло после ЭКО... Виноваты те, кто пошли в кинотеатр. Нечего ходить в кинотеатр. Всё можно в интернете сейчас посмотреть. Я вот так считаю. А не за минут больше, поскольку участие... Да нет, это я же всё, ерунда всё. ...и даже тройня. Не, ну это вообще вот дерьмо полное. ...обородовательный центр имени Фредерика Паусона. Школа эмбриологов в лабораториях непрерывный учебный процесс. Ординаторов учат всем тонкостям ювелирной работы. В данной ситуации мы находимся в тренинговой лаборатории. Преподаватель показывает саму технику этой методики. А учащиеся смотрят, и мы имеем возможность контролировать правильность выполнения технологии. Раньше, до создания школы, каждый региональный центр ЭКО учился методом проб и ошибок. Но значит, работали в действительности около 400 квалифицированных ингредиологов, разрушенных и рисковых. Они уже работают в разных регионах России, а сюда уже первые приедут на обучение будущих врачей из Аталии и Израиля. Я не могу просто сказать, что играть как? Ну, ну, проснулся. Так, что, не кислик. Сын проснулся, сын твой проснулся. Где он? Сыночек-то. Сын. Что, списка плохая получилась, да? Списка? Да не, нормальная. Она такая. Обычная. Но она же там же розыгрыш просто, дед. Дед, там же она как розыгрыш, типа, ничего не планировалось, как бы, что-то там показывать. Так чисто. Да то, что происходило, вам понравилось? Ну, а что? А что, ничего не было? Пришли типы. Пришли типы просто, что. Ну, как красил не был. Нормально, что, выпил с альпанского, дед. Торт покушал. Мы провели капитальную уборку с Дашей. Это на случай. Ну, вообще, просто пора продолжать еще окна мыть. Сейчас весна. Надо шторы, короче, меня себе, вату, короче, убрать тоже отсюда. Мама там сейчас думает, какие тебе шторы вешать будет уже. Мать думает, какие тебе будут шторы вешать, какого цвета. Так что скоро зайду в гости снимать все ей. И все, короче, надо этот чулан еще разобрать будет. Дерьмо все довыкинуть. Потому что не нужно там старые. Моторы какие-то. Деды, короче, мотор вот такого размера. Вот просто лежал, пыльный, весь в масле. Я говорю, что это такое? Я тебя самого выкинул, дорогой мой. Ты мне не хути с этим. Выкинул мне. Так что... Так все выкинул. Зачем он нужен-то? Он не работает, дед. Я его помню еще. Мне еще было 5 лет. Он был уже. Зачем он сейчас нужен? Мне сейчас 27, 28 лет. Зачем он нужен? Я взял его из... Где мне болело, я... Грел больные места. Он двигал, двигал. Я мог двигать лампы. Да это что? Это бред какой-то дед. Что эту проблему придется решать еще долго и упорно. Мне родилось 200 тысяч девочек, которые сейчас пошли... Будешь торт есть? Продукция и рожали бы детей... А ты не хочешь... Сейчас я вам... Проблема... А ты не хочешь сам? ...4 огромных перинатальных центров... А ты? Я хочу. Покушал бы. Спасибо. В последние 6 лет число абортов снизилось в нашей стране на 3. А до 2017 год и строк... ...женщина, это решившаяся... ...40 тысяч, благодаря усилиям медиков, решили рожать. Мария Салкина, Антон Иванович, Вести недели. Да, Дед Хлеб делает вкусный, кстати, очень вкусный хлеб. Кушечный хлеб. Мне его хлеб прям нравится. Хочешь попробовать? Такой. Настоящий хлеб. Англичанка гадит, зачем Терезоме обманула своих депутатов про новичок? Правда ли, что англичанин нация шпионофила? И что позволено джентльмену? 25 часов допроса в Неволе. За что экс-президент Франции... Ну, из-за кого-то пизёжа жёсткий. Ну, это просто говно. И что же голосование за Путина в Крыму? Подтверждение результата претерендума... Где же опять тема про Крыму, целую какую-нибудь... Здесь везде всё хуёло, слышать? В Англии всё плохо. И всё нормально. В США всё тоже плохо. У нас это лазерные автофетики какого-то. Лазерные боеголовки, всё пушечные. И всё же бесит. Короче, я на дачу поеду сейчас. А? Жить? Да. На листочном. Пора гон делать. Розовое дно назову. Может быть, не знаю по-другому. Розовое дно. Я вот с первым на дне взял банк. С первого? Да. 5 тысяч, да. Не хочешь сходить, да? Да. Конечно, там было с первого. Нормально тебе. Чего ты ждал? Ну, не знаю. Я просто вошёл ждал. И так дальше. Порт фильмов. Давай смотреть? Ну, типа там, да. В журналке? Ну, нет. Типа там показывали. Да ладно. Не, в натуре там ты прям выбираешь сам там. Там папочка, короче. Мувес написано. Серьёзно? Да. Компьютер, короче, Pentium 3. Просто такой монитор выпуклый. А что? Баб в банку? Ну, в банку, короче. Типа. Ну, продают тебе потом за деньги. А ты чё, думаешь, для чего? Я думал, на анализы. Да нет, ничего. Я не знаю. Продают потом. Типа, если у тебя она нормальная, продают за деньги. Должен там, например, тысяч. Тысяча семьдесят, наверное, стоят. Там, типа, ещё помечают, ну, функциональности. Какая она твоя. Там азиат, не азиат. Куда там. Словенин, короче. Буков много вообще приходит на эту тему. Таджики, блядь. При Узбеке всё это стоят. Реально? Да, реально. Фапают? Да, жёстко фапают вообще. Да, мне кажется, даже фапают ради кайфа просто. Знаешь, там. Что за это? Ну, да, типа. Ну, там не все проходят. Они ещё что-то там приходят, блядь. Типа, зачем? Просто пофапать. Ну, да, там на подухочку, халявляя. Режьте сами, кто себе скулил. Да, конечно, я давай. Ты будешь ездить, Марат? Марат. Да. Будешь ездить к тебе? Буду. Так, подожди, подожди, сейчас. Блядь. Куда-то столько наполовину. Вот это честно, хорошо. Нормально. Спасибо, дед. Можно руку дать спалить. Давайте-ка спалим. Руки там, иди мыть. Да, пекло. Я убей. А, там лукотная. 2-2-199. Будет герк. Чурля. 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 Совсем немного револькал. Марко, я хочу на море. Силей! Идут танцы! Будет вам море! Да, Дорфил. Укрепляй на мунике. Запятак, братан, можно. А? Да, не, не, не. 4-ю по-техо! Гетер, сохранай характер! Вот он! Волучий Байкал! Что-то ты, блядь, орешь. Не любишь? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...